здравствуйте всем дорогие друзья будем менять подшипник передней ступицы lanos 1.5 не важно 1.3 кузов одинаковый и бывает попадает побольше подшипники и бывает меньше у нас в нашем случае здесь меньше должно быть я расслабил центральную гайку и откручиваем открутили гаечку и сейчас снимаем раз-два болта достаем суппорт если этого видите порвано и хозяин уже сказал дорогие друзья сказал потом так что не следите здесь я видел вам не сказал не показал и все достаем суппорт с той стороны колодки были сломанные сейчас здесь посмотрим перед вами достал посмотрим вот кусок и железя кого ответить на стороне тоже такого же было там двух сторон было вот здесь одна сторона и скоро тоже хана будет вот либо нам продают такие колодки чем клеить его супер клеем что ли понятия не имею квадратик на 10 нельзя у кого как обычно здесь квадратики сорвал и главное их сорвать сразу с пистолетами откручиваете потому что можете шестигранник спортить вот так слава богу вращается хоть с той стороны было намертво пыльник снимал здесь нагрел хорошенько вот это ерунду достал смазывал обратно все почистил поставил так что это не моя машина друзья машина полностью и можно сказать убитая вот так достаем диск иногда бывает здесь закручено в нашем случае нигде ничего не закручено нам что надо делать молотком сюда не туда-сюда несколько раз потихонечку знаете почему наклеится так потому что здесь надо смазывать ступицу и здесь надо смазывать а кто этого делает никто кроме меня потом друзья что делаем две штуки это отколовки у меня их очень много подходящий 12 полтора м 12 полтора один сюда противно друг друга закручиваем вот так подходящее место находим раз и раз вот так она упирается сюда и достаем ступицу только односторонные и нельзя чуть-чуть сюда чуть-чуть сюда вот так друзья ступица у нас руках но внутреннюю обойму бывает здесь остается вот тут остался там это классно обычно съемниками я снимаю а когда у вас съемник нету взяли немножко срезали поступиться не надо трогать немножко сверху зубилым один раз ударили и трескается и легко выходит надо чистить здесь все это ерунду потом здесь есть стопорное колечко друзья чтобы не сломать свой инструмент надо немножко ударить а так легко выходит а то есть не сделайте и сломайте или может сломать этого и потом тяжело будет вам достать его сверху потому что грязно все грязно только аккуратно чтобы не ломать это отверстие маленькая немножко разболтать надо его если не идет еще раз повторяем так что главное его да ни хрена не идет уж им надо так бить потихонечку подробно показываю посмотрите кто знает посперметает кто не знает посмотрите вот так нажал и главное одной стороны друзья соотверткой его не вытаскивайте потому что пружина не дай бог попадет в глаз и все так что держим плоскогубцем главное держать его и все вот так это будет заменить конечно новые установлены у нас по чипникам выходит в комплекте так что все что делаем поворачиваем кулачок и откручиваем шаровой верхнюю гайку а нижней 3 не надо внизу 3 штуки держится а верхнюю вот здесь гаечка вот посмотрите кранат в каком состоянии пипец вот это гаечку надо открутить друзья и вытащить шаровой отсюда гаечку открутил друзья если есть у вас съемник у меня разные съемников есть и нету сюда молотком не попадайте на пыльник несколько раз два-три раза все расслабили я стойки стабилизатора не откручиваю вот это хрен потому что они ломаются всегда кто знает знает поэтому расслабили этого беру мантрёвку с стабилизатором вместе выдавливая рычаг вниз и стойку тяну на себя почему я этот не снимал этого полностью потому что надо наконечник открутить потому что здесь она не выходит друзья за шармотизатор сделано по-дебилски потому что заходит стаканчик поэтому обычно здесь болты бывает допустим один открутил или две штуки поворотный кулак допустим достал пошел под пресс сделал а этого не хочется столько много чего делать и поэтому и вместе меняю их вот и все друзья над сторону гранат разве можно гранатом назвать я не знаю как его назвать вот 150 у нас сейчас будем устанавливает пресс перед вами и вы увидите у меня восьмитонник есть 50 тоник 50 тоник неподвижной она стоит постоянно на месте а восьмитонником можно ходить куда угодно вот такой пресс друзья вот такие 8 тонн у них в комплекте идут парочку ерунда такие а я обычно и делаю отдаю токарю токарь для меня любой размер какой хочу делать и все закручиваем внутрь она тянет на себя вот так где у нас подшипник диаметр внутренний как раз 32 головка подходит внутренний диаметр и наружная обойма внутреннюю обойму будем вдергывать а установить уже надо касаться к наружному и расскажу покажу конечно берем вот из подшипника если не ошибаюсь веке устанавливаем сначала берем вот такая ерунда шайбочка большая потом вот это все вот так вот друзья головку кинули если у вас она резьба длинная еще может и головку кинуть или у нас там разные ерунда полно шайбочки и устанавливаем вот так и закручиваем гаечку главное что было в центре болтами гайками тоже можете делать но немножко геморрой там круто но вот так главное что были в центре все зажали и поехали вперед посмотрим как пойдет главный сарбайт ничего себе что-то не пошла вторая попытка возьму другой видите как рыбят блин поехали дальше так что друзья поменял это оправку и вторая попытка поехали опа ни хрена себе чтобы не оборвала и у меня есть чего по длине я не слишком длинный все пошла жара главное его сорвать есть все закончилось пускаем немного и держим и можем еще шайбу кинуть туда или и резьба если позволяет закручиваем пока вот это хрем выйдет если не позволяет тогда кидайте еще что-нибудь но у нас еще остается так что можно еще кое-что кинуть я сейчас подготовлю еще дальше покажу поехали мало тянет где-то два сантиметра если было бы больше можно из одного раза снимать но все равно лучше чем ничего опять закончилось еще добавляем резьбу и это раз должен выйти по-любому немножко еще тянул вот и все друзья наш подшипник вышло там сзади еще один стопорные кольца колечко его тоже снимаем вот так друзья чистим внутрь хорошенько вот ржавчин разной ерунды и все смазываем немножечко сюда много не нужно друзья немножечко смазываем чтобы легче пошла подшипник легче пошел чтобы сюда вот и все смазали не важно какой друзья масло не важно вытиру руку и все сейчас покажу подшипник вот друзья подшипник у нас у нас в комплекте две колечки новые стопорные и две штуки это нам не нужно у нас кайка другая и сам подшипник допустим внимательно смотрите вот здесь датчика обвесе нету некоторых подшипниках здесь магнитные вот это обойма не обойма вот сама этот сальник скажем да если вы его так установите обвесе всегда будет гореть там внутри покажет вам обратите внимание если не знаете они по цвету отличается если не знаете возьмете отвертку касайтесь если магнечат значит магнитом туда поняли да есть вдруг для будущей сейчас устанавливаю колечко стопорные один и дальше где только постарайтесь попасть в канавку аккуратненько только все есть вложим подшипник вот так посадили друзья со старым подшипником будем его прессовать делаем так старый сюда где у нас где у нас вот шайбочка с той стороны вот так только ровно на наружную обойму ровно чтобы должно быть и все что-нибудь сейчас кину закручу и дальше покажу установил и поехали зайти легко заходит потому что новая смажена почистили а когда выходите иногда так издевается все у нас закончилась шток добавляем резьбы крутим дальше все до упора устанавливаем стопорное колечко и второе все есть еще раз попробую посмотрю точно ли села да точно на месте и все сейчас будем устанавливать столпицу затирали почистили друзья сейчас когда будем тянут с той стороны опять надо внутренне обойму касаться наружной нельзя только внутренне а то развалите другую часть она из двух частей идет смотри вот видите вот эта задняя часть упадет если ворожная будет не касаться только внутреннюю муху поехали все тянем до упора друзья и все ляля откручиваем вот так друзья поменяли подшипник обратно как разбирали так и собираем не только здесь чистым конечно смазываем диск тоже чистым гранат здесь смазываем потому что иногда клинит здесь на очень тяжело выходит но пора их менять конечно скоро их тоже поменяем вот так всем до свидания дай бог вам всем здоровья поставьте лайк подписывайтесь на мой канал что могу сделать подробно вам показываю это мой канал roll.mechanic в ютубе в номер ватсапа в номер телефона если что обращайтесь поставьте лайк